Все чаще и чаще от разных людей, горожан и гостей города можно услышать восторженное «Сарапул преобразился». Город стремительно меняется. Буквально год назад на этом месте шла стройка, сейчас я стою в уютном сквере, по которому очень приятно гулять не только жителям города, но и его гостям. Несмотря на то, что изменения проходят очень стабильно и очень быстро, «Сарапул» сохраняет свою уютную атмосферу купеческого города, в котором хочется оставаться жить и в которой хочется возвращаться вновь и вновь. Так приятно, что жители страны приезжают к нам, смотрят наш город, нашу чудесную архитектуру. Я сама люблю гулять по городу, а эта набережная теперь новая, она красивая, обновленная. Хотелось бы, чтобы город так же продолжал развиваться, чтобы в него вкладывали, чтобы к нам люди приезжали. Действительно, сегодня исторический центр «Сарапула» колоритен, ярок, привлекателен. Он соединяет в себе уникальные черты архитектурных стилей ушедших эпох и современные урбанистические тенденции. Ведь еще совсем недавно набережная Камы представляла собой довольно унылое зрелище, и центральный сквер вызывал не лучшее чувство. Реализация проекта «Камский берег» вдохнула новую жизнь в историческую часть «Сарапула». Объединение усилий власти и бизнеса принесло свои впечатляющие результаты. Этим стоит гордиться. Это должно стать стратегической линией в развитии города. Мы учреждаем фонд имени Павла Андреевича Башенина, благотворительный фонд, который направлен на сохранение культурного наследия, которым богат город «Сарапула». У нас более 60 памятников архитектуры, и они действительно завораживают. Но сегодня многие из них требуют внимания, реконструкции, ремонта. Рассчитывают на то, что кто-то решит эту проблему за нас? Наверное, нет. Мы будем привлекать средства не только здесь, в городе, но участвовать в различных программах. Федеральных, частных, привлекать международные фонды. Первая задача, которую мы будем решать, это реставрация, ремонт отрезка улицы Труда от Красной площади до улицы Гагарина. На этой улице много памятников архитектуры, и многие из них в неприглядном виде. Саму улицу необходимо ремонтировать и делать дренажи. И сегодня мы с вами обсудим то, как должна выглядеть эта улица, и первые конкретные шаги нашего фонда. Улица Большепокровская, ныне улица Труда, некогда самая презентабельная улица уездного Сарапула, сегодня пребывает в плачевном состоянии, безнадежно обветшали каменные дома купцов. Но, как яркий проблеск надежды, возрожденный почти из небытия дом городского головы Павла Андреевича Башенина. Царь дом, так называли его современники. Великолепный образец русского барокко, он является гордостью не только городской архитектуры, но и архитектуры всей провинциальной России. Честь и хвала тем, кто дал дому Башенина новую жизнь. Именно здесь, в этом доме, на улице Покровской, 150 лет назад родился Башенин Павел Андреевич, ставший впоследствии главой города и внесший огромный вклад в его развитие. При его содействии в городе Сарапуле построена первая электростанция, водопровод, насосная станция, которая потом служила городу еще 70 лет. И очень знаково, что в это время, в год 150-летия со дня рождения, сарапульчане поддержали инициативу главы республики Бричалова Александра Владимировича о создании фонда, Башенинского фонда, главной задачей которого будет восстановление исторических памятников города Сарапула. Сегодня этот уникальный особняк находится в окружении зданий, давно требующих реставрации и ремонта. Пешеходные дорожки представляют собой печальное зрелище и небезопасные для пешеходов. Почти отсутствуют малые архитектурные формы, делающие улицу интересной, информативной и привлекательной. Что чувствуют многочисленные туристы, прибывающие в Сарапулу на круизных теплоходах, проходя от набережной к дому Башенина? А вот такой будет эта улица после реставрации. Ради этого стоит объединить свои усилия всем тем, кто неравнодушен, состоятелен и по-настоящему любит Сарапу. Говорят, любви нет, есть только знаки любви. Так пусть эти знаки украшают наш родной город. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова